От архитектуры и кино к литературе. В Самаре наградили школьников, которые стали лауреатами конкурса «Эссе». В своих работах ребята рассказали об исторических личностях и памятниках архитектуры Самарской области. Написанию «Эссе» предшествовала большая работа, которую провел Павловский историко-культурный фонд. Мы охватили большое количество образовательных учреждений не только городского округа Самара, но еще и Самарской губернии. Были показаны фильмы, портреты прошлого, опять же, истории Самары, архитектурная летопись Самарской губернии. Это и Головкин, и Аксаков, и Грот. То есть очень много было познавательного для ребят открыто на историческую тему. И в рамках вот этого проекта «Киномарафон. Самарская губерния. Золотой фонд» мы провели литературно-исторический конкурс «Золотой эссе губернии». После просмотра работ, после знакомства с выставкой Вагана Гайковича Каркаряна, ребята выбирали себе номинацию, какая им ближе для души, и писали свое эссе. Свои работы на конкурс представили более 400 школьников разного возраста из Самары и других городов региона. 20 человек стали лауреатами, по 4 победителя в каждой номинации. «Исторические личности Самарской губернии», «Памятники архитектуры Самарской губернии», «Наши современники» и «Самарская губерния, устремленная в будущее». Школьников наградили дипломами и памятными сувенирами председатель городской думы Алексей Дегтев и члены жюри конкурса, доктор филологических наук, профессор Самарского университета Михаил Перепелкин, и доктор исторических наук, заслуженный деятель науки России, почетный гражданин Самарской области Петр Кобытов. Вы прикоснулись к нашей истории, а для нас цена как история собственной семьи, как история той улицы, на которой мы живем, как история Самары и как история Великой России. И в этом отношении, когда мы занимаемся историей, мы так или иначе становимся созидателями, мы становимся творцами. Эти знаки, отличия, эти грамоты – это победа и вас, это победа ваших учителей, это победа ваших родителей. Всех благ вам и успехов в новом году. Всем победителям вручили памятные статуэтки, символизирующие синтез искусств. У нас небольшой кораблик с вами, который плывет по волнам Волги нашей любимой. И этот кораблик сделан из кинопленки. И в этот кораблик, как парус, вставлено перо. А перо – это ручка, которой дети писали свое сочинение. Проект осуществлялся при поддержке Министерства экономического развития, инвестиций Самарской области и администрации Самары. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События.